Всем привет! Меня зовут Оля Шаманская, и вы на канале Ольга Шель. Let's go смотреть сегодняшний выпуск. Я сейчас впервые пришла в квартиру, когда она ошибклёвана. Я ещё не видела, но, блин, она сейчас выглядит совсем по-другому. И когда ранее мне казалось, что всё стоит на месте так долго, то сейчас я увидела, мне кажется, всё, уже скоро мы переедем наконец-то. Сейчас я покажу вам. Я сейчас буду рассказывать понемногу, что у нас нового. Так, тут ещё нет шпаклёвы, кстати. Это наша гардеробная, тут тоже пока ничего сделано. Это наша спамя. Вот, всё уже беленькое такое. Сейчас мы приехали к этим, ой, немного прибраться, помыть окна, снять вот эту херобору, всё. Нам, кстати, сняли батарею. Мы утвердили проект, составили по замене батареи. Сейчас она вот так вот всё выглядит. И батарею мы уже купили. Она у нас стоит в коробке. Наши гардеробные пока. Из того, что мы ещё купили, это унитаз. Что тут ещё? Обои полностью уже на всю квартиру. Мы покупали, они будут однотонные такие, песочно-бежевого цвета, итальянские. И что ещё? А, у нас ещё заказана плитка полностью в ванну. Сейчас пока мастера только ищем и ванну ещё купим. Вот, в общем-то, тут коридор. Дверь у нас уже установлена. Входная заклеена пока что. Дверь у нас металюкс. Это белорусский производитель. Мы прочитали побольше слоёв, чтобы не было слышно на соседей. Вот, пока что ничего не видно, всё заклеено. Так, здесь мы перенесли щиток. Кто живёт в мескмерии, у кого двушки, я не знаю, что обычно он где-то там расположен, когда здесь вот нет этих стен. Вот, сейчас у нас здесь щиток. Здесь будет у нас небольшой такой шкаф, где куртки можно будет повесить попозже. Здесь у нас будет кухня, совмещенная с гостиной. Тут пока что, короче, ужасно не убрано. Мы сейчас будем это убирать всё. Так, здесь у нас, кстати, заканчивается как-то кухня. Планируем поставить такие рейки, но чуть побольше будем расширять. Ещё не такой узкий кусочек, ещё побольше туда. Потому что меня немножко по дизайну смущает, когда резко вот так вот стеновая панель заканчивается. И тут, получается, начинается либо там стена, либо обои. А тут ещё плитка такой резкий кусок. Поэтому мне захотелось немножко это компенсировать визуально и сделать рейки здесь. Но чуть-чуть пошире нужно будет. Короче, просто там, где будут рейки, я посчитала, что не нужно шпаклевать в этом месте. Тут батареи мы менять не будем. Так, балкон. Балкон, конечно, будет в самую последнюю очередь. Мы ещё будем ставить окна вместо двойных или одинарных, тройных. Короче, я уже не помню. Чуть попозже тоже, потому что здесь будет рабочая моя зона. Вот тут уже проведена электрика. Но, конечно, балкон будет делаться в последнюю очередь. Потому что хочется побыстрее заселиться. Так, окна запотели. Хочу показать вам прикол. Там у кого-то на балконе массажное кресло стоит у соседей на 25 этаже. Открыто. Да, сейчас так вот покажу. Да, кстати, у нас видно балкон соседей. Но мы планируем здесь жалюзи. Ну, либо что-то в этом роде повесить потом. Потому что, ну да, такое себе, конечно, дизайнерское решение. Вот я вижу, например, на несколько этажей ниже всё, что находится у соседей на балконе. Вся электрика у нас проведена. Тут у нас будет подсветка. И в этой и в той комнате на шторах. К следующим шагам уже у нас будет ванна, платка плитки. Кстати, ещё полотенцесушители купили. Ну, обычный такой, борисовский, кстати, борисовское производство. Сейчас мы идём покупать стиральную машину и холодильник. Небольшая предыстория. Несколько месяцев назад мы делали проект для кухни, и я начала выбирать всю технику. Я очень долго выбирала, сравнивала, там, по всяким параметрам, изучала. Вот. Ну, и, в общем-то, всё я выбрала. Ну, все знают, что произошло у нас в мире. И всё подорожало у нас. Что-то перестало быть вообще в наличии и доступно к заказу. Вот. Цены космические выросли. Например, посудомойка, которую я хотела купить, стоила раньше, там, 1600 или 1800. Сейчас она 4000 чем-то стоит. Я очень расстроилась. Сейчас вообще не хочу ничего покупать. Но вот на онлайнере там можно нажать кнопочку, и будет приходить уведомление, когда снижается цена. И мне пришло недавно уведомление, что на стиральную машину снизилась цена, там, на 500 рублей. Вот. Решили поехать и взять её. Холодильник, который я долго очень выбирала. У нас будет встроенный холодильник. Его вообще нет в наличии Samsung и недоступен к заказу. Появится он, не появится, непонятно. Я очень долго выбирала холодильник. В стройке обычно очень маленький. А тут холодильник был и с системой NoFrost, и 195 сантиметров. Ну, реально очень классный холодильник. Вот. А сейчас его нет в наличии, и поэтому непонятно, что делать. Вот. Но единственное, что мы, когда последний раз ходили в Пятый элемент, там был точно такой же холодильник Samsung, но только 175 сантиметров. И его забронировал какой-то человек, и не пришёл его забирать. И сейчас он единственный в Беларуси, вот. И мы вот думали покупать его, не покупать. Он на 20 сантиметров меньше, чем тот идеальный, который я когда-то себе нашла и сохранила. Он 185 сантиметров, и непонятно. Но мы вживую посмотрели, вроде бы хорошо, и поэтому, скорее всего, будем его брать. Потому что пока что он даже не числится по базе, потому что его не успели ещё обновить статус заказа, да. То, что человек не пришёл его забирать. Вот. И мы думаем его забрать. Этот холодильник Samsung, он очень клёвый, с системой Noi Frost. Вот. Поэтому, скорее всего, мы его тоже заберём. И так вот, как судьба, на самом деле, как из квартиры. И когда мы выбирали квартиру, я увидела на сайте, что наша квартира не продана в уже сданном доме Нью-Йорк. Вот. Но когда мы приходили к агенту, она нам её не предлагала, потому что ещё не успела тоже обновиться где-то в базе, что бронь слетела у человека. Вот. И мы успели её купить. Вот. То же самое с холодильником. Поэтому, скорее всего, мы его заберём. Пришли смотреть стиральную машину. Вот эту планируем взять. Сейчас на ней скидка. Натюшень. Она, короче, идёт со встроенной сушкой. А нам уже привезли стиральную машину. Красота. Блин, придётся сейчас это всё упаковывать в коробку. Вот. Так. И холодильник уже привезли нам. Это будет встроенный. Так. Ох. Ну, он не супербольшой. Такие вот отделения. Полный ноу-фрост. На морозинку у меня не получится пока открыть. Вот такое вот холодильничек. Мы встретились с моего подруга Анастасией. Сейчас идём в кафе, который находится в Минском мире. Очень популярное. Называется My Love Berry. Находится оно возле волны. Точнее, в волне. Вот здесь цены какие-либо. На самом деле, очень маленькое помещение. Очень тесно здесь как-то. И второй этаж. Нам принесли кофе. Очень долго готовится кофе. Непонятно, почему. У Насти белолата, у меня капущина, и теперь мы сидим гадаем, где что. На самом деле прикольное такое кафе. Интерьер интересный, довольно такой инстаграмный. Там в основном все реально фотографируются. Я думаю, цель основная, чтобы прийти в это кафе для девочек, особенно очень много подростков, это пофотографируется, потому что интерьер действительно такой девчачий, красивый, современный, поэтому да, интересный. Клево, что появляются кафешки у нас на районе. Ну и как вариант одного из интересного заведения, почему и нет. Кстати, на стиралку и на холодильник мы брали расширенную страховку в пятом элементе. Что она включает? Это раз в полгода, в течение шести лет, специалист приезжает домой и проводит диагностику. Ну, нам показалось, что это очень полезно, особенно для такой габаритной техники, как стиральная машина, которая постоянно в использовании, и холодильник, поэтому мы взяли расширенные страховки. На стиральную машину расширенная страховка на данный момент стоит 360 рублей, на холодильник 390 сто было. Ну, я думаю, это всегда зависит от цены техники непосредственно. У нас уже завершилась в комнатах шпаклевка, и, кстати, в последний момент мы всё-таки решили закончить сразу с черновым ремонтом на балконе, поэтому мы здесь тоже будем штукатурить, потом шпаклевать, чтобы оно такое на первое время было беленькое, как и сейчас вот отшпаклёванное. Самое главное, когда мы переедем, на самом деле это очень трудно для нас сказать, у нас первый такой ремонт, что у нас осталось и в какую квартиру мы готовы заехать, это у нас осталось сделать в ванную, то есть выложить всю плитку и ванну купить, туалет у нас уже есть, выложить плитку в коридоре, ламинат в гостиной и в спальне, поклеить обои везде, а также нам нужно будет конвектор на поле поставить. Ещё нужно, мы решили, что в любом случае будем устанавливать кондиционер, потому что у нас солнечная сторона, и будет очень жарко летом, уже довольно жарко в комнатах, душновато, вот, поэтому мы решили установить кондиционер. Ну и всё, потом можно будет заезжать, я думаю. Кухню мы уже дождёмся, когда заедем, потому что кухни нам затянуло довольно много. Сейчас покажу вам проект нашей кухни, может быть, кому-то пригодится он. Вот, кстати, и наш проект по кухне. Здесь у нас витрина с подсветкой, здесь у нас шкафы для сушки посуды, здесь у нас планируется диспоузер под мойкой, здесь у нас посудомойка, здесь варочная панель, тут просто шкафы, так, вот, варочная панель у нас планируется на две конфорки. Так, здесь у нас вытяжка, если мы перейдём дальше, мы увидим другую сторону, у нас здесь подстроенный холодильник, здесь духовой шкаф, здесь СВЧ, здесь планируется внутри кофемашина на выдвигающемся ящике. Также есть другой обзор, в 3D уже отрисовывал дизайнер нам этот проект. Столешницу и стеновую панель у нас будет из камня, столешница из кварца, а стеновая панель из керамогранита. Но мы ещё думаем, возможно, мы сделаем также и столешницу из керамогранита. Чтобы сэкономить, мы сделали сверху петли и газлифт, вся остальная фурнитура у нас в Блюм. К счастью, у нас очень хорошая попалась компания, нам уже звонила директор. Так как мы внесли залог, она нам уже заказала всю фурнитуру Блюм, потому что она попала под санкции. Сейчас пока не буду вам говорить, что за компания, но если всё, конечно, по итогу будет сделано хорошо, я обязательно с вами поделюсь. Потому что пока что я очень довольна и дизайнером, и, в принципе, отношением к клиенту компании. Надеюсь, подольше у нас останется красивый подъезд. Вот здесь уже такая вот ситуация у нас в подъезде. Блин, это просто так обидно, что люди не очень бережно относятся. Скорее всего, это строители, но не факт. В общем-то, на этом всё. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте. И всем до скорых встреч. Пока!